Привет, друзья! Сегодня у нас очень интересный выпуск, потому что у нас сегодня две очень разные героини. Это Эльвира, профессионал в области бодифитнеса, и Кристина, просто фотомодель, которые спортом профессионально не занимаются, но просто хочет иметь красивую попу. Помимо того, что модели у нас очень интересные, самое главное это суть этого видео. Мы покажем два упражнения для ягодичных мышц, очень редкие, действительно, очень эффективные, и простите, они выглядят, может быть, немножко неприличные эти упражнения, но зато они хорошо работают, и ягодичные мышцы будут у девушек просто разрываться. Ну и многим мужчинам тоже надо накачать себе попу, потому что девушка мне нравится, когда по пляжу идет мужчина, у него большой бицепс, а там ничего нет, правильно? Я думаю, девушки меня поддержат. Вот, и сейчас мы посмотрим, как это упражнение делает профессиональный тренер Эльвира, и как Кристина, как, допустим, рекомендует она выполнять такие упражнения начинающим девушкам, с каким весом и с какой техникой. Смотрите, получаете массу удовольствия. Мы берем обычную машину Смита и будем в ней тренировать ягодицы лежа на спине. Упражнение это называется жим ногами в машине Смита для ягодичных мышц. Какие основные особенности упражнения? Присаживайся, пожалуйста, Эльвира. Если у вас травмирована спина, то жим ногами не вполне хорошо имитирует движения, приседания. Вот это упражнение, по ощущениям опытной спортсменки, в значительной степени заменяет именно приседания с широкой постановкой ног. А теперь не пугайтесь и смотрите, как это все выглядит. Ложимся на спиночку. Ставим ноги широко достаточно. То есть делать надо будет именно так, как показывает тренер. И в отличие от обычного приседания упор не на пятки, на середину стопы. И работаем. И ноги сгибаются с короткой амплитудой на 90 градусов. Если мы будем сгибать ноги глубже, то нагрузка перейдет, да вот показывает Эльвира, где она чувствует сейчас мышцы. Вот в этой области как раз эта часть ягодичной мышцы порабатывается. На самом деле это все не прикол, это действительно работает упражнение. Так действительно Эльвира тренируется. Когда я увидел, я подошел, спросил ее, она сказала, что действительно это работает. И сами понимаете, попа хватит. Работает, что видно по результату. Сейчас Эльвира покажет нам, какую часть ягодичных мышц она чувствует в этом упражнении. Покажи, пожалуйста. Вот у нас теперь попробует это упражнение сделать любитель. Посмотрим, что почувствует девушка, которая это упражнение никогда еще не делала, и можно ли его делать, присаживаясь начинающим. У нас все говорят Крестине, что то, что она похожа на камеру Диас, то и на Кристину Арбака, это не могут определиться. Но я считаю, что она личность неординарная. Ставим ножки и будем попробовать ближе чуть-чуть. Должен быть угол прижима 90 градусов, соответственно надо пододвинуться вперед. Слезай, слезай, хорошо. Так? 90 градусов, нормально. Так, ширина нормальная, работаем. Поворачиваем, чуть-чуть опусти, не забываем повернуть и работаем. И стараемся не отрывать поясницу от скамейки. То есть поясница должна упираться. Наоборот, руками возьми снизу за скамейку и прижимай. И глубоко не опускаем. До конца ноги тоже не выпрямляет чуть-чуть, правильно? Давай, выпрямляем. Хорошо. И делаем, пока что-то не почувствуем. Легко? То есть можно даже начинающим давать больше вес. И сейчас Кристина нам покажет ручкой, какие мышцы она чувствует в этом упражнении. Ведя ей, должен работать бицепс бедра и ягодичная мышца, определенный участок. То есть вот бицепс бицепс бедра и ягодичную мышцу. Спасибо. То есть мы видим, что работают именно те мышцы, которые все девушки хотят себе поработать. Теперь обратим внимание, какая должна быть ширина ног. Если мы поставим ноги вместе, у нас работаем и будем выполнять с узкой постановкой ног, то больше будет работать по 30 внешняя часть бедра. Если же мы поставим ноги, так как мы это делали, широкой постановкой ног, немного разведя чуть-чуть носки в стороны, работаем, то больше будет работать ягодичная мышца и внутренняя часть бедра девушки. Упражнение это делают, повторюсь, многие профессиональные спортсменки выполняют, которые выступают в бодифитнесе, фитнес-бикини, и это вполне серьезное упражнение. Итак, снова у нас появляется опытный спортсмен в кадре. И мы делаем второе упражнение. Жим одной ногой в машине Смит. Обратите внимание, что мы выставляем прямой угол здесь. Если будет попа дальше или ближе ягодичная мышца, то эффекта не будет. С двух ног снимаем тренажер, одно опускаем и работаем. Это более, скажем так, сложная техника, но ягодичная мышца еще больше работает. Можешь рукой обозначить, где ты чувствуешь? Вот и вся эта область, накрытая рукой Эльвиры, сейчас прорабатывается великолепно. Затем меняем ногу и выполняем то же самое второй ножкой. Вот так вот мы работаем второй ногой. Обратите внимание, одна нога стоит на скамье. Также есть вариант выполнения на полу, на коврике этого упражнения, но Эльвире больше нравится на скамье. Она так лучше чувствует мышцы. Хорошо, достаточно. Рекомендуется выполнять сначала разминочный сет, 15 повторений. Затем два-три сета по 10-12 повторений. Если же вы работаете на похудение, вам просто надо сжигать лишний жир, то более многоповторный режим. Если вы хотите накачать ягодичные мышцы, наоборот, вес увеличиваем, количество повторений снижаем вплоть до 8. Кристина, ты же хочешь проработать ягодичные мышцы как следует? Конечно. Тогда будем делать одной ногой, но завтра у тебя будут болеть ягодицы. Ты должна смириться. Двигаем чуть-чуть вперед ягодицы, ставим сначала две ноги. И подняли, повернули. И теперь одну ножку ставим на лавочку. При большом весе Эльвира рекомендует руки класть под поясницу. Вот так работаем. Если вы будете повышать рабочий вес, очень важно, чтобы поясница была прижата. Но так наверняка мышцы чувствуются лучше, правда, одной ногой? Потому что нагрузка в два раза увеличилась. Плюс мышцы-стабилизаторы работают больше. Так что адская боль в мышцах ягодиц, промежности, бицепса в бедер на следующий день, если вы не делали это упражнение, обеспечена. Давай вторую ножку. Нет такого ощущения неустойчивости, что соскочит с ноги. Или более-менее уверенно ты себя чувствуешь. То есть даже начинающая любительница фитнеса чувствует ягодичные мышцы в этом упражнении и нет дискомфорта. Хотя, казалось бы, упражнение сложное. Ну что, хорошо? Еще два повторения. Раз. Четко делаем. Хорошо. Достаточно. Ну что, Кристиночка, какие у тебя впечатления от этого упражнения? Ну, это упражнение я делала в первый раз, но уже почувствовала, какое оно эффективное. Если бы я увидела его просто в зале, то я бы подумала, что это какая-то ерунда, поскольку упражнение выглядит экзотически, но на самом деле супер. Итак, друзья, сегодня мы сделали два экзотических упражнения. Это жим двумя ногами в тренажере машины Смита с различной шириной постановки ног и жим одной ногой в машине Смита, что дало нам великолепнейшую прокачку ягодичных мышц, я надеюсь. И, если вам понравилось, то обязательно смотрите следующее видео. Вот я вам даю видеоаннотацию, куда нужно кликать, чтобы посмотреть видео. Жим, толчок одной ногой в тренажере для жима ногами спиной к тренажеру для тренировки ягодичной мышцы. И приседания у нижнего блока кроссовера тоже для ягодичных мышц. Эти два видео также заставят ваши мышцы попы просто разрываться. Так что обязательно смотрите. И также в следующем видео вы увидите фотомодель Кристину и спортсменку Эльвиру. До следующей встречи. Пока!